И от общего к частному. В преддверии учебного года во многих районах оренбуржцы обеспокоены тем, что дороги, ведущие к школам, мягко говоря, не готовы к эксплуатации. В рубрике «Что случилось?» наши корреспонденты побывали в переулке Сапожном и на проспекте Победы, где детям, чтобы добраться до школы, придется преодолевать настоящие препятствия. Переулок Сапожный из года в год. Ямы на этой улице становятся все больше. Как раз прошел дождик. Все видно прекрасно, да? Блоком засыпали, а все проваливается. Вы сами, да, своими силами засыпали? Конечно. Детский сад идут, да. Дома с Джалилем вот здесь вот по этой дороге невозможно пройти, особенно осенью, весной. А какие здесь детские сады и школы? 177-й детский сад, школа 46-я, 205-й детский сад. Наши дети ходят, мы ходим по этим дорогам. Невозможно пройти. Везде ямы, колдобины. Невозможно. Улицы кустарные, все уже как-то подремонтированы, а наши улицы как проклятые. Хожу к ребенку из сада брать. Трипа я не вижу. Раз в яму, раз в яму попала. Что это за дело за такое, а? Это как так? Безобразие настоящее. Улица такая, прям даже вот стыд головушки. Дороги такие, яма на яме. Весной здесь вообще безобразие. Здесь грязи по уши. Не пройти, не проехать на машинах. Машины низкие, все цепляются. Все улицы действительно в круговую. Вот возле нас сделали, а наши почему-то пропускают. Имею машину, хожу пешком. Ну это еще хорошо. Вот весна-осенью машиной тут делать нечего, да? Вот по этим колдобинам. Я на Волге не могу проехать. Проспект Победы. Эта узенькая дорожка единственная, что соединяет жилые дома со школой, детским садом и магазинами. Однако неделю назад ее завалили глиной. В связи со строительством автозаправки у нас единственный наш тротуарчик, который нормальный был, у нас его весь разломали. И к тому же в дополнение к этому там строится дорога в объезд автомойки и салона красоты. Навезли глину. И этот наш тротуарчик теперь, чтобы подняться на эту дорогу, нам надо по этой глине вскарабкиваться. Сегодня ночью был дождик. Мы утром пошли в детский сад. Но все грязные, потому что вот эта глина, все вот это вот. А представляете, 1 сентября наши дети пойдут, нарядные, красивые девочки в белых колготках, и мы не сможем просто ходить. Ну, мы увязнем. Дождь пройдет здесь, не поднимемся. Действительно, здесь одна глина, ни песка, ничего нет. Мы просили, чтобы до 1 сентября нам ее восстановили, потому что дети сейчас толпой пойдут отсюда. Там много очень школьников живут. И в детский садик я сама вожу ребенка. У меня дочь старшая в 4 классе учится. То есть, представляете, в белых колготках, вот пойдут они на 1 сентября, что здесь будет твориться. Утром сходили в сад. Мы все грязные. У меня старший остался в саду, у него вот так глина, аж прям на сандаликах. Я говорю, давай отряхивайся. Частично проблема на проспекте Победы разрешится уже к 15 сентября. Дорогу, которую испортили при строительстве заправки, расчистят и приведут в должный вид, сообщили сегодня в Управлении дорожного хозяйства города. Но новую дорогу так быстро не построят. По предварительной информации, окончание работ запланировано на 2015 год. Управление капитального строительства и дорожного хозяйства также сообщили, что на переулке Сапожном с окончанием ремонта дороги тоже придется подождать. Он запланирован на 2015 год.